ООН начала откачку более миллиона баррелей нефти с аварийного супертанкера, который пришвартован в порту Йемена у побережья Красного моря. Организация называет его крупнейшей экологической бомбой замедленного действия в мире. С 80-х годов прошлого века йеменские власти использовали судно FSO Safer как резервуар для хранения нефти. При этом с 2015 года, когда в стране вспыхнул военный конфликт, ремонтом и обслуживанием танкера никто не занимался. В итоге в 2019-м в моторное отделение просочилась вода. Целостность судна, построенного в 1974 году, была нарушена. ООН взялась за сложные аварийно-спасательные работы, поскольку никто другой не выразил готовность это сделать. Нефть перекачивает на другой танкер. «Нам понадобится около 20 миллионов долларов США, чтобы завершить проект. Он включает в себя очистку и утилизацию танкера FSO Safer и устранение любой экологической угрозы Красному морю». Если бы нефть вытекла, это вылилось бы в экологическую и гуманитарную катастрофу огромного масштаба. «Несколько недель назад кое-кто задавался вопросом, есть ли на самом деле на судне нефть. Я могу заверить вас, что сейчас независимые исследователи измерили количество нефти на судне. Оно составляет около миллиона 130 тысяч баррелей». Эксперты предупреждали, что танкер может либо взорваться, либо развалиться на части. В этом случае нефтяное пятно в четыре раза превысило бы то, которое образовалось в результате аварии на судне «Эксон-Вальдес» у берегов Аляски в 1989 году. Тогда оно растянулось на 28 тысяч квадратных километров. По словам Гутерриша, в случае нынешней аварии были бы разорены целые раболовецкие общины, исчезли бы сотни тысяч рабочих мест. Также на неопределённый срок закрылись бы крупные порты. В целом, на устранение последствий возможной аварии потребовалось бы около 20 миллиардов долларов.